Библейский портал экзегет.ру представляет Псалом 116. Это самый короткий псалом в Псалтире. Но чтобы узнать о нем подробнее, вам нужно посмотреть видеозапись, размещенной на портале экзегет.ру, а запись эта сделана в Московском Срединском монастыре. По стилю 116-й псалом – это богослужебный гимн, который, по всей видимости, в древности исполнялся в начале или в конце богослужения, или каким-то хором, отдельными хорами, а может быть всенародно, в промежутке между более длинными псалмами. Неудивительно, что в некоторых древнееврейских рукописях данный текст присоединяется к началу следующего 117-го псалма, или, как некоторый исследователь считает, что есть свидетельство, что он присоединялся к концу 114-го. Внешне 116-й псалом ничем не отличается от других хвалебных гимнов. Однако он содержит ту расстановку акцентов, которая была характерна для Ветхозаветной Церкви. Проявление Бога в мире характеризуется здесь двумя ключевыми словами – истина и милость. Милосердие – это то качество Господа, которое побуждает его, всегда заботясь о своих избранниках, дарить им свою великую любовь. И поэтому именно Господь, а не Израиль, не израильский народ, становится объектом прославления среди всех народов. За этими народами и племенами узнается указание на чужие страны. Следовательно, все народы земли призваны поклониться Господу как Богу, открывшему себя миру посредством закона и тех чудес, которые он явил для Израиля. Он явил себя для Израиля, чтобы через это чудо все остальные народы уверовали в него. Но он явил себя для Израиля не потому, что он хотел стать национальным Богом только Израиля. Вот в чем принципиальная разница Ветхозаветной религии от последующего иудаизма. Апостол Павел цитирует первую половину 116-го псалма как один из аргументов в пользу того, что благовествование Божие направлено не только к евреям, но и к язычникам. И сам себя апостол Павел называет служителем Иисуса Христа у язычников. Я обращу ваше внимание на то, что когда я произношу слово «Господь», я, как правило, подразумеваю священный тетраграмматон. В западных изданиях иногда подчеркивается, что подразумевается слово «яхве». Так произносят согласно этого данного слова современные исследователи. В дореволюционных текстах употреблялось слово «ягова». Благочестивые евреи это слово произносят как «адонай», «господин». Итак, слово «бог» на фоне имеет древнееврейское «элохим». Таким словом обозначались «боги вообще». То есть, когда евреи говорили о богах чужих народов, они употребляли нарицательное слово «бог», которое мы сейчас, как правило, пишем с большой буквы, когда речь идет о едином боге, то есть тот бог, в который мы верим по существу, бог как личность, вне зависимости от того, даже из какой конфессии сходит эта вера. Все монотеистические религии верят в единого бога, и это слово, которое мы обозначаем творца и вседержителя Всевышнего, мы пишем с большой буквы. Но когда мы говорим о божках, о каких-то богах, например, в языческих религиях, мы пишем это слово с маленькой буквы, употребляя этот термин как нарицательный. В древнееврейских текстах не существовало заглавных и строчных букв, поэтому слово «бог» было по преимуществу нарицательным. Но когда евреи хотели подчеркнуть, что наш бог – это не египетский фараон, не Мордук Месопотамии, не Ваал Ханаана, а именно Ягве, Адонай, тогда они употребляли священный тетраграматон. И поэтому мы встречаем такие фразы, как «бог-господь», то есть «только Господь является Богом». Или «кто такой Бог, кроме как Господь?» Или «кто Бог, кроме Господа?» То есть для нас, для читателей русскоязычных текстов, ускальзывает этот тонкий нюанс, что здесь есть подлежащее и сказуемое. Бог – это нарицательное слово, а Господь – это имя собственное, которое во многих текстах древнееврейских сейчас при переводе на иностранные языки сокращается до понятия «имя». И поэтому благочестивые иудеи сейчас могут говорить не просто «Адонай», а даже просто «Ашем» или «Ашем» – имя. Подозревает то, что здесь стоит непроизносимое сакральное священное имя Господа. Но мы с вами уже говорили о том, что произнесение этого имени было утрачено в период разрушения первого храма, и поэтому любые попытки его реконструировать в тех или иных каких-то кругах, научных или религиозных, оно ведет к провалу. Мы просто не знаем все. Все остальное – это просто гипотезы и догадки. Есть только четыре согласных и точка. Благодарю за внимание.